Всем огромный привет! Вы на канале Ами по Любовь и сегодня у меня 20 число и сегодня у нас отчет в марафоне 101 амигуруми весна. Организатор является Ириска Нитинг и также хотела вам показать свои процессы, продвижения процесса, рассказать о ярмарке немного как прошла. Также будет у меня видео, я снимала кажется 17 числа. Да, 17 числа кажется я снимала видео, я его тоже кусочек вставлю, наверное, после вот этого видео, вот этой записи. Вот, как прошла моя ярмарка? Ярмарка прошла... Нет, давайте я вам покажу сперва процессы, готовые игрушки, а потом расскажу про ярмарку, потому что сейчас у вас будет в экране пустота и вы будете смотреть на пустостол, что не очень-то хорошо. Давайте я покажу вам процесс сперва. По процессу у меня вот что. Сразу скажу, в том видео, в котором я записывала до ярмарки, есть уже похожие игрушечки, вот, вот, но эти я заново связала, так как те я продала. Это всеми, всеми любимые, наверное, игрушки-семечки. Мастером, мастер-класс, кто создал мастер-класс? Автор мастер-класса Анны Красноперова. Вот, они у меня еще в процессе, я им должна вышить носики. Этот готов, вот этот носик должна вышить вот этому, и вот этот, кажется, готов, да, бегемотик. Вот, я дорвалась до этих мастер-классов, я нашла через кого купить, теперь буду их вязать, вязать, вязать. Так, эти двое готовы, а вот этот еще в процессе. Также я буду еще вязать. Так, у меня в процессе лягушата, заготовочки уже, вот, это процесс. Также у меня в процессе акула. Акула, я не помню, не помню, кто мастер, кто автор мастер-класса, но я, когда ее довяжу, я вам ее покажу и оставлю ссылку на мастер-класс. Вот, она у меня, правда, уже лежит с ярмарки. Ну, вот, когда я на ярмарку записалась, я резко ее бросила вязать и начала вязать другое. Ко мне вырывается и резко. Ладно, вот. И также этого зайчика, я, кстати, тоже хочу корзинку зайчиком дошить, я его что-то как-то забросила и не зашила. Вот, это мои процессы на ближайшие несколько дней будут. Я их, наверное, уберу. И сейчас я вам покажу и резку. И резка. Давай, уходи. Полина, простите. Все сдвинула. Сорвалось, так как у меня в экран влезла и резка. И снесла мне все тут на свете. Так, сейчас я вам покажу свои готовые игрушки. У меня их две. Я буквально связала одну игрушку. Точнее, их две я связала за два дня. Ну, естественно, отвлекалась на всякие свои дела. Вот. Это будет вот такой малыш. Посмотрите на этого красавчика. У меня девушка заказала его. Я когда стояла на ярмарке, она заказала у меня этого малыша. Вот такой вот он красавчик. У него есть хвостик. У него есть ушки. Их, кстати, не видно, правда. Но, если прям захотеть, можно увидеть. Вот. В таком красивом горчично-коричневом цвете. Я прям... Я его связала вот за два дня. Я, по-моему, училась сперва с гривой. Сперва я связала. Потом мне показалось, что я слишком короткие сделала вот эти. Я развязала с... Раз... О, как это называется? И я распустила. Распустила три ряда, которые просто прямые. Ну, без всяких прибавок. И уже связала вот этот... Ну, гривы до конца. Вот такой малыш. Автор мастер-класса Юлия Дайнега. Юлия Дайнега. Да. Его вот так поставлю. А, да. Дайнега Юлия, правильно. И еще у меня... Я думаю, вы знаете сейчас. Все дети прям... Очень популярный тренд в Ютубе. Наверное, не только их в ТикТоке. Вот такая вот капибара. Смотри на эту милашку. Очень, очень быстро связалась. Игрушка. И, кстати, я мандаринку тоже связала. Она может так сидеть. И вот так ей на голову или на попу можно мандарин поставить. Ну, на голову я ставлю. Да, сверху это, конечно, не очень смотрится. Но если поставить вот так, то вот как-то так. Игрушка. Цель навязана. Вывязываются уши. Все это начинает связать с носа. И ушел до конца. Также вывязываются лапки. Девочки, это так... Так, это... Я так быстро связала. Я аж прям этот... Не знаю, мне понравилось. Я буду еще вязать. Очень классно. Единственное, мне кажется, что здесь чуть-чуть я слишком закрыла века. Веком глазик. Но, в принципе, нормально. Вот. Такое у нее мордочка. Сейчас очень многие все вяжут. Кстати, я связала брелочек по бесплатному мастер-классу англо... С английского... Так. Мастер-класс на английском. И связала я его с YouTube. Девочки скидывали в чаты ссылку. И я как-то зашла. Думаю, дай попробую. Это первый был мой мастер-класс по YouTube. Я ее тоже засчитаю, наверное, в конце марафона. Эту игрушку я сфоткаю. Просто я эту игрушку подарила. И сфоткать забыла. Я попрошу... Так как я вижу этого мальчика постоянно, я попрошу у него игрушку, сфоткую. И как бы вам покажу. Ну, вставлю потом. Так что вот такая копибара. Красивая. О, мне прям она так понравилась. Вот. Давайте пока вот они... Это все на данный момент. Не так много, но у меня заняло время вот эти две игрушки, наверное. И, ну, естественно, у меня свои там дела были. Вот. Также мастер-класс по копибаре. Сейчас я вам скажу. Чернышева Дарья. Чернышева Дарья. Так. Очень классный. Он платный. Что-то около... Он стоит то ли 350 рублей. Да, 350 рублей он стоит. Так, давайте я так оставлю. Пусть она лежит. Смотрит к маму в кадр. По поводу ярмарки. Ярмарка у меня прошла более чем хорошо. Я окупила стол. Немножко вышла в плюс. Но народу было, правда, мало. Но, тем не менее. И мне понравилось. Это было в районе. В одном районе. Где жилые дома. Вот. Также... Также по продажам. Я продала... Я вам показывала котиков семечек. Трое штук. Я вам потом видео ставлю. Я продала два котика семечка. Одного я подарила. И также я продала зайчика. Продала корзинку пасхальную с зайчиком. Также продала единорожку по мастер-классу Надежды Жислиной. И что еще? Очень многие, кто приходили, смотрели. Всем нравилось. Брелочки я попродавала. Было немного продаж. Но, в принципе, нормально. Нормально. Лучше, чем ничего. Лучше, чем бы они лежали у меня. И вот. Также я вам ставлю... Я ехала пока на ярмарку. Там по дороге были верблюда. Я вам ставлю. Мини такой кусочек верблюдов. Вы видите. И ярмарка, она была организована самим районом. Так как у нас сейчас священный месяц Рамадан. И там были кто рисует хной, кто продает, ну, всякие товары. И поснимал немного видео, какие товары были. В основном это были китайские там. Ну, кто-то майки продавал. Кто-то всякие китайские игрушки вот эти. И как таково, кто что-то делал, было буквально там стола три, наверное. То есть я, еще девушка с Румынии, она собирала букеты из пластиковых цветов. И также шила на кукол наряды. Да, если я правильно так объяснила. Вот. Что еще? Я вставлю немножко в видео. И там будет видео с пушкой. Она, правда, там будет громкий звук. Но я все равно вставлю, потому что для меня это было как бы впервые. Я в оригинале вживую видела, как открывают, точнее, закрывают, наверное. Нет, открывают, правильно. Открывают, как это сказать. Так, как же это объяснить-то? Когда люди постятся, они в конце дня, когда солнце садится, они закрывают свой пост, скорее вот так вот будет звучать, закрывают свой пост и могут уже кушать. И этим они, ну, в нескольких районах по Дубае, даже в центре Дубая, где у нас пушка стоит, они как бы взрывают в одно время пушки как знамение то, что вот мы еще один день пропастились и как бы можем уже кушать. Как бы как-то так, я не знаю, как-то еще объяснить. Вот. И для меня это было прям вживую видеть, ну, красиво, но когда взорвалось, я не ожидала, что будет так громко. У меня аж уши этот, ну, уши заглушило как-то, или как это сказать. Вот, так что, как-то так. Итак, на момент у меня с того видео, которое я вставлю, будет 15 готовых игрушек плюс 1, 2, 15, 16, 17. Я мандаринку не буду считать, она идет сюда. И также 2 у меня готовых семечки, правильно-правильно. Итого у меня 15-18, 18-19 игрушек на момент, на момент до 20-го числа, то есть до сегодняшнего числа. Вот. Буду вязать дальше. Всем спасибо. Всем пока. Всем огромный привет, вы на канале Ами по Любовь. Сегодня у нас 15 апреля, и я записалась на очередную ярмарку. Постараюсь попозже в этом видео тоже, если у меня получится, заснять, что там будет на ярмарке. Если у меня получится, опять же, так как я поеду сперва одна, и потом, возможно, подъедет ко мне муж. Вот. Хотела бы вам показать, что я навязала, так как отчет будет у нас 20-го апреля, и я не уверена, возможно, я это продам или не продам. Так что засниму это сейчас, чтобы потом подсчитать готовые работы. Итак, на данный момент у меня связалось две вот таких змейки. В сантиметрах они где-то 70 сантиметров, 70 или 80, я не измеряла, если честно. Ну, например, я делала почти метр. Вот. Вот такая вот прекрасная красавица. Первый раз связала. Думаю, до первого раза очень даже хорошо. Так, поставлю ее вот сюда. И вторую я связала в сиреневом цвете. Тоже очень такая красивая красавица. Вот. Поставлю сюда две змейки у меня. Также я в том видео вам показывала готовые, не готовые еще игрушечки. И вот у меня китята. Я их тоже засчитаю в марафон. Общее количество их 7 штук. Да. 7. Подождите. Кажется, один был уже готов. Я вам показывала. Да. Значит, один я убираю. Их 6. Все, 6 китят. И смотрите, кого я еще навязала. Так, у меня там на фоне могут быть шумы. У меня пошел муж домой. Вот. Смотрите, кого я связала. Маленьких лягушат. Такой вот этот цвет красивый. Помните, я вам показывала его? Я очень надеюсь, что я его найду еще здесь. Дай бог его привезут. И связала такую неординарную розовую лягушку. Попробовать. Так как я поняла, что буду участвовать... О, участвовать. Буду... Да, участвовать в ярмарке. И я думаю, надо быстренько мелочи навязать. И вот я за несколько дней связала вот этот змейку. Змейк. И сейчас я вам покажу. Я так давно хотела. Помните, я вам говорила, что... Девочки очень многие вяжут. И я не могу купить мастер-класс. И у меня получилось купить... Ай, мастер-класс! И спойлер такой. Выскочил сам в экран. Вот. У меня вот такие котята. В общем, я поняла, что это такой кайф вязать в этой схеме. Они, во-первых, быстро вяжутся. И... Ну, они такие малыши. Вот. Я думаю, это все. Да. Это все, что навязала. Я в конечном отсчете посчитаю. Сейчас главное надо запомнить, сколько всего навязала. И потом внесу это в общее количество. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok